всем привет дорогие друзья подождем пока наши подписчики подключиться пару слов надо сказать по сегодняшнему дню сейчас подключиться к нам наши подписчики и мы поговорим по этому поводу приветствую всех вас дорогие друзья дай бог вам доброго вечера поздравляю всех с праздником преображения нашего господа иисуса христа с огромной радостью своем сердце я это делаю поздравляю вас дорогие друзья с этим прекраснейшим праздником преображения господа значит сейчас вам но тут кто-то в эфир хочет со мной выйти так не помню хотя во первых хотелось бы вам дорогие друзья а немножечко прочитать о том что за сегодняшний праздник совсем чуточку это дорогие друзья значит хотелось бы чуть-чуть вам рассказать об этом празднике совсем чуть-чуть и искать по всему тому что сейчас как бы у нас происходит чтобы люди знали и понимали значит в евангелии от луки дорогие друзья одной из евангелий где рассказывается об этом празднике празднике преображения господа евангелия от луки 9 глава 28 стих оттуда начинается значит иисус берет петра и она и иакова поднимается на гору помолиться по преданию это гора фавор и вот во время молитвы его лицо вдруг меняется а одежда стала остык пительно белой в этот момент уже считается преображением господа и его два человека с ним беседует это был праздник праздник столько раз то слово праздник сказали что в голове один праздник первый человек это моисей кто с кем с кем господь беседует а второй человек это илия илия они явились сияния небесной славы эти два человека и они говорили о том исходе который предстоит христу совершить в иерусалиме то есть все то что должно будет произойти в иерусалиме пётр и его спутники иоанн и иаков эти три человека они в этот момент спали крепким сном они просыпаются видят это сияние христа сияние то есть сияние славы христа они видят и видят двух людей которые рядом с ним стояли и когда они уже уходили от него то пётр иисус сказал он говорит наставник как хорошо нам быть здесь как хочу как хорошо вообще нам здесь находиться он говорит давай мы три шалаша так сказать да ты и кучи сделаем один тебе другой моисею и один сделаем или и лука говорит святой евангелист лука что он сам не знал что говорит в этот момент он ничего не успел договорить как приходит облако появляется облако и покрывает их своей тенью облако покрывает их своей тенью описывает святой лука ученики оказываются в облаке и пугаются начинают бояться и и вот это из этого облака дорогие друзья раздается голос который говорит это мой сын это мой избранник его слушайте вот когда этот голос умолкает иисус снова стал один и как говорит святой лука евангелист что ученики сохранили это в тайне и никому в то время ничего не рассказали из того что видели они рассказали это все после воскресения христа как он и заповедовал и вот это дорогие друзья коротко вот так попробовать понять что это затем вот так можно сказать вот это событие называется преображение господа иисуса христа или пайцаракерпутюн или же айлакерпутюн на армянском языке значит о чем это все нам должно напоминать дорогие друзья что ну хорошо ну христос преобразился и что во первых христос показал что он есть бог здесь что он не в его слава такая же слава как и слова отца здесь он покажет что он есть бог во вторых дорогие друзья христос преобразился и показал что так сказать стремление каждого человека вот именно к этому преображению то вот во время значит утренней молитвы утреннего богослужения вот в нашей церкви есть такая вот молитва что мы просим да чтобы господь преобразил наши тела вот в тело христово которое тоже преобразилось вот как вот послание к филиппийцам апостол павел в принципе и говорит четвертой главе третьей главе если не ошибаюсь да или второй и наша жизнь должна преобразовываться и наша жизнь должна меняться и наша жизнь должна прийти в соответствии с той жизнью которой жил христос мы должны к этому стремиться чтобы в конце концов окончательно преобразоваться окончательно прийти к вечной жизни благодатью божьей помощи вот к этому в принципе мы должны идти что сейчас часто происходит вот таким то есть это предвкушение вот этого дорогие друзья что сейчас часто происходит что не должно происходить да вот мы вот готовясь вот к празднику вартовара вот тому что мы там поедем вместе с нашими вот братьями сестрами да с нашей молодежью поедем поедем к нашим значит на природу там да отдыхать радоваться да мы как-то поехали готовиться уже там покупать одежду и так далее да я говорю одежду еду и так далее да мы купили все кроме мяса то есть там специи к мясу купили все что надо купили да там значит уголь там шампуры и так далее а мясо не забыли купить в то время потом вспомнили правда и то есть все что надо было самое самое важное да так сказать самое важное взяли самое самое важное не взяли а все что для этого важного надо было вот это мы взяли то есть мясо не взяли а все что для мяса надо было мы мясо не взяли а то что для мяса надо было мы не взяли Вот так. Трудно понимаю. Так и здесь, дорогие друзья, сейчас. Вот обливание водой и так далее, вартовар часто именно преображение Господа с этим у нас ассоциации вызывает. Но так не должно быть, на самом деле. Когда мы, вот вы, люди, которые сейчас смотрят, впредь должно быть так, что когда в этот день приходит преображение Господа, мы в первую очередь, дорогие друзья, должны подумать о том, а как мне преобразовать мою жизнь? Что мне не хватает? Какие есть преграды между мной и Богом, которые мешают мне приблизиться к Нему? Вот о чем мы должны подумать. Вот что мне мешает? Лень? Что мне мешает? Мне мало молюсь, какое-то усердие нету. Что, чего нету? Мы должны об этом задумываться. Как мне преобразовать свою жизнь? Вот каким образом измениться? Что делать? Может быть, подольше в церкви находиться после литургии? Может быть, столько всего можно быть. Понимаете? Вот каждый из нас, дорогие друзья, должен подумать не о обливании водой, а о преобразовании своей жизни. О своем собственном, так сказать, преображении. Ведь и мы ожидаем всех нас, всех нас ожидает всеобщее воскресенье. Вот об этом мы должны размышлять, о преображении Христовым и о своем собственном преобразовании, так сказать. И об этом мы должны задумываться. Впредь, этот день мы должны всегда помнить. Я вижу, что огромное количество людей обливаются. Про Армению вообще молчу. Там вся Армения обливается водой. Ну, а истинный смысл, где? Вот вроде все взяли, да, специи взяли, да, шампура взяли, а вот мясо не взяли. главного самого мы не понимаем этого праздника. А главное праздники это преобразование. То, что Христос Бог, Господь, только Он может спасти, только Он может нас помочь удостоиться вечной жизни. И, соответственно, вот об этом мы должны размышлять. о преобразовании, преображении. Как нам изменить свою жизнь. Вот об этом должны размышлять, к этому стремиться и посмотреть, какие у нас есть, так сказать, ошибки, что можно изменить. Без этого, дорогие друзья, эти все праздники, они мертвы. Ну, облил ты водой, хорошо, и что дальше? Изменилась твоя жизнь к лучшему? Что изменилось вообще? есть ли еще что надо изменить? Если этого нет, то все тщетно, дорогие друзья. Вот об этом мы должны задумываться. А обливать водой каждый, что трудно, ну, пошел, облил водой кого-то и все. Это все очень хорошо, да, если там идти на природу, там, да, своей общиной, что-то вместе делать, да, доброе и так далее. это же тоже такой способ хороший, чтобы быть ближе. То есть, не каждый, конечно же, способ быть, того, чтобы объединиться, он там, так сказать, эффективен. Например, огромное количество людей идут там в ночные клубы, да, с вами друзьями. Это же не означает, что это хороший, такой эффективный способ. Конечно же, нет. но и идти на природу, там, обливаться, там, вместе проводить время, общаться. Огромное количество людей именно вот так общаются. Я не вижу в этом ничего плохого. Если люди любят обливаться в этот день, то можно как-то сделать так, чтобы это было душеполезно. Душеполезно. То есть, все должно исходить из того, насколько нам это все полезно. Собрать людей, тем более, люди согласны в этот день собираться, куда-то идти, было бы здорово именно там и проповедовать, там, и попробовать что-то такое душеполезное сделать. Для меня вот это самое важное. И мы, дорогие друзья, должны именно об этом и думать в первую очередь. О душеполезности. А вот сегодня мы ехали по пути, я там много тоже рассказал в маршрутке, много там духовных песен немного спели, да. Вот это все мы должны попробовать сделать, на мой взгляд. молитва и все-все-все. Вот это все должно быть, дорогие друзья. Вот все, что хотелось сказать сегодня про сегодняшний праздник. С праздником преображения Господа. Пусть этот праздник напомнит нам о нашем преображении, даст, так сказать, предвкушение этого прекрасного праздника и удостоит нас всех, дорогие друзья, вечной жизни, чтобы мы изменились и стремились к преобразованию своей собственной жизни. С Богом все добро. С Богом